Жить в квартире при температуре в 13-14 градусов и спать в одежде – вынужденная мера для жильцов в двухэтажке на Советской Армии. Ведь дом вовремя не подключили к отоплению. С 25-го мы начали звонить управляющую компанию, все дружно, через час каждый обзванивал. У вас порыв. Звоним в БТСК. БТСК говорит, этот порыв не касается вашего дома, нету порыва, подключайте, запускайте отопление. Звоню в управляющую, берет та же самая девушка трубку и говорит, что порыв БТСК, не понимая, что она общается со мной же. Дальше бесконечные звонки жильцов в управляющую компанию, администрацию железнодорожного района и попытки разобраться, в какой все-таки инстанции случился прорыв. Подскажите, пожалуйста, Советской Армии 40 когда-то приедут? К слову, сантехники так и не пришли, а через несколько дней все же дали долгожданное тепло. Уже числа 5-го, наверное, 6-го тут раскапывать что-то, хотя отопление уже как бы запустили. Раскопали, выключили все отопление, мы опять без отопления и вот сейчас вот как бы оно есть. Ну, опять же, не прогрело ни дом, ни квартира. По словам жителей двухэтажки, это не первый год, когда их дом поздно подключают к отоплению. В принципе, чуть-чуть потеплее, потому что второй этаж, мы очень сильно промерзли, пока у нас не было отопления дома, до сих пор сыро, влажно. Все застелено, потому что пройти невозможно, пол ледяной. Застилаем тряпками, чтобы ребенок мог пройти чисто в туалет. Вон, смотрите, что стены какие. С последствиями сырости, плесенью жильцы тоже борются как могут, но проблема никуда не уходит. А между тем, градус в квартирах первого этажа поднялся лишь незначительно. Ну, то есть батарея здесь тепленькая, здесь все, она холодная пошла. И так во всех комнатах. Двухэтажку обслуживает управляющая компания «Наследие». До организации нам дозвониться не удалось, мы направили официальный запрос. А пока собственникам остается теплее одеваться и надеяться, что холод может помочь замедлить старение, увеличивая продолжительность жизни организма. Елена Кузовкина, Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком.